АРХИПЕЛАГОВОМ МОРЕ Наверняка не все слышали о так называемом Архипелаговом море. И это неудивительно, ведь это небольшая часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами, в пределах финских территориальных вод, площадью всего лишь 8 тысяч квадратных километров. Но при этом в Архипелаговом море находится огромное число островов. Если учитывать все большие и маленькие островки, а также скалы, шхеры, то их получится порядка 70 тысяч. Для сравнения, знаменитый Зонский архипелаг имеет площадь в 200 раз больше, а островов там в 4 раза меньше. Острова в Архипелаговом море стали подниматься из-под воды сразу после последнего ледникового периода. Этот процесс все еще продолжается, образуются новые шхеры и острова. Стары увеличиваются в размерах и объединяются. В среднем гранитные острова поднимаются на 1 сантиметр в год. Территория Архипелага условно разделена на внутреннюю и внешнюю. Внешняя группа состоит главным образом из маленьких необитаемых островов. Многие путешественники называют Архипелаговое море наикрасивейшим местом в Европе. Однако туристов здесь не очень-то и много. Да и вообще эти острова заселены не густо. По приглашению нашего доброго знакомого Алексея Корпушенкова, съемочная группа «Диалогов и рыбалки» в ноябре попала в эти заповедные места с целью съемок сюжетов и рыбалки и подводной охоты. Первый разведочный день в акваториях был довольно пасмурным и дождливым. До перспективного места охоты на лодке идти примерно 15 минут. Погода в этом регионе неустойчивая и может быстро поменяться, сказывается близость теплого течения Гольфстрим. В Архипелаговом море из-за слабой минерализации вода не морская, а солоноватая. Этот факт является ключевым для всех обитателей моря. Здесь встречаются представители как морской флоры и фауны, так и пресноводной. Из морских рыб массово здесь обитают салака, килька, корюшка, а также атлантический лосось. Основные пресноводные представители их теофауны – это щука и лещ, окунь и судак. Эти рыбы не только прекрасно переносят небольшую соленость воды, но и получают огромный выигрыш перед своими собратьями, живущими в пресных водах. Во-первых, это огромные территории для нагула. Во-вторых, в такой воде не могут жить большинство пресноводных паразитов, которые досаждают рыбе. А морские паразиты, даже если они смогут перенести такое опреснение, приспособлены жить только на определенных видах морских рыб. И в-третьих, солоноватая вода на физиологическом уровне ускоряет все жизненные процессы в организме пресноводных рыб. Основным объектом поиска в этих водах для подводного охотника является трофейная щука. Вся щука здесь обитает в камыше. Когда вода охлаждается, крупная щука из моря заходит в камыши и держится там до нереста. После нереста, когда вода весной начинает прогреваться, крупная щука может уйти на откорм в море, а молоть, скорее всего, останется. Здесь великое множество камышовых заливов, как, собственно, и самих островов. Даже при том, что щуки тоже много, она устремляется далеко не в первый попавшийся залив. Важный фактор – наличие камыша, глубоко вдающегося в берег. В таких местах щучье потомство будет в безопасности и с обилием корма на первое время. Да и разместиться тут сможет большое количество рыбы. Щука может стоять как на краю камышевой стенки, так и в самой гуще зарослей. Здесь держатся рыбы разных размеров и возраста. Но чем мельче щука, тем она осторожнее. И это предсказуемо, ведь у щук сильно развит каннибализм. Крупная зубастая разбойница с огромным удовольствием перекусит своей младшей сплеменницей. Сегодня Владимиру попадалась в основном мелкая щука. Крупных трофейных особей почему-то не было. Практически под самым берегом ему удалось взять нормальный экземпляр. Конечно, это не гигант, но килограмма на три она потянет. Но в этот раз с погодой не очень повезло. Сильный штормовой ветер, видно, загнал рыбу куда-то далеко. Видимость нормальная. В камыше плавали, плавали, ничего не видели. Полез под берег в густую тросту, ну и где-то на глубине, наверное, 20-30 сантиметров. В камыше стоит щука эта. Видно, после ветра она туда вся забилась. Ну вот одну такую небольшую достал. Нам, в принципе, достаточно. Мы не браконьеры, много нам не надо. Чисто покушать. Удовольствие получили, поплавали. Такая вот трудовая рыба. Вот такой сюрприз от щуки даже для опытного подводного охотника стал неожиданностью. Несмотря ни на что, фотосессия – обязательная процедура для всех подводных охотников, приезжающих в гости к Алексею Карпушенкову. Да не так не надо. А второй подводный охотник сегодня отличился плещу. Помимо крупной щуки, было очень много леща. Леща было настолько много, что в камышах плавалось весь, и приходилось стрелять почти наугад. Выбрал самого большого, но попал не в самого большого. За такими лещами здесь охотится крупная щука. В прошлом году у меня был такой случай. Я стрельнул в такого же примерно леща, а за ним вышла крупная щука. Она посмотрела на меня, развернулась, и больше я ее не видел. Вечером Алексей обещал нас удивить оригинальным рецептом. Хотя казалось бы, что все блюда из исконно-русской рыбы мы уже перепробовали сто раз. Хотел с вами поделиться секретом или рецептом котлеты-щуки с творогом. В детстве я не любил кушать творог, а он нужен для строения костей. И мама мне готовила котлетки из рыбы, и подмешивала туда творожок. Я даже не знал, что это творог. Потом уже в дальнейшем, когда она мне рассказала, я попробовал действительно вкус как в детстве. У нас есть щука, мы ее отфилировали, вот филешечки. Творог пресный, не соленый, не сладкий. Лучок, яйцо, соль. Самые простые ингредиенты. Котлетки будем делать рубленые. Разрезаем ее поменьше полосочками, практически без костей, кости мы удалили. И нарезаем ее мелко. Фарш мы делаем не на мясорубке, целенаправленно. Потому что рубленый фарш, в нем больше сочности сохраняется. Котлеты становятся более пушистые, скажем так. И более полезные. Фарш мы нарубили. Добавляем мелко нарубленный лук. Кто-то любит пассеровать лук, поджарить. Но мы его добавляем немного. Он в котлетах сам пассеруется. Потому что мы его просто положим туда сырым. Немного ссоры. Но опять же на свой вкус. Главный наш ингредиент после рыбы – это творог. Как я уже говорил, творог надо обязательно, чтобы он был не сладкий и не соленый. Для такой небольшой щуки достаточно одного яйца. Это для связи фарша, чтобы это все слепить. И тщательно все это переминаем. Очень удобно делать в полевых условиях. Никаких мясорубок, ничего не надо. Нарубил мелко-мелко. И в принципе делается с любой рыбы. Творог также придаст пышности котлетам. В каждой рыбе свой запах. Он заберет этот физический запах рыбы. И будут котлеты, как мясные. Вот вымешали фарш наш. И оставляем немного на 5-10 минут постоять, чтобы стал поплотнее. И будем лепить наши котлеты. Ну вот наш фарш выстоялся. Берем немного, смачиваем руки водичкой, чтобы он не приставал. И лепим котлетки. Размерка кому нравится. То есть кому-то нравятся большие котлеты, кому-то нравятся маленькие. Мы будем лепить среднее, чтобы нравилось всем. И чем дольше эту котлетку вот так взбиваешь, тем она становится вкуснее. Обваливать мы ее будем в панировочных сухарях. Еще раз придаем немножко форму. И выкладываем вот наш противень. Следующую котлетку. Надо стараться, чтобы они были все одинаковые, красивые. От этого они еще вкуснее станут. Щуку для этих котлет мы поймали на архипелаге Аланские острова. Она ценна тем, что питается рыбами, которые едят ракообразных. Это корюшка, салака. И практически не ест рыбу, которая питается травой. Потому вкус у нее диетический, этивная она не пахнет совсем. Практически красная рыба. Ну вот такие у нас получились чудные полуфабрикаты. Сковороду надо разогреть масло, чтобы до предела кипения. Чтобы сразу прихватывалась корочка. Это тоже важно. Кладем котлетку. Вот так обязательно должно быть. Аккуратненько все выкладываем. Вот как раз такая полуторакилограммовая щучка. Ее хватает на сковородочку котлеток. Можно накормить запросто трех-четырех рыбаков. Сильно поджаривать не надо. Достаточно такого вина. Щука это морская, как я уже говорил, пойманная на архипелаге Оланские острова. И в себе не имеет паразитов, которые опасны для здоровья человека. Потому ее, в отличие от щуки средней полосы России, достаточно приготовить в течение 20 минут. Рыбу средней полосы я бы рекомендовал готовить как минимум 40 минут. Вот подтверждение тому, что котлетки прям воздушные. Видите, как они прям пружинят так. Ну вот наши котлеты готовы. Прошло примерно 25 минут. Выкладываем их на противень. Ну вот, крайнее. Посыпаем для вкуса и красоты укропчиком мелко пошинкованным. А теперь к столу и приятного аппетита! Через два дня погода окончательно наладилась, выглянуло солнце. Но температура воздуха ночью, как полагается в таких случаях, упала ниже нуля. Однако днем на солнце было даже тепло. Из Волгограда в гости к Алексею приехала группа подводных охотников. Их, конечно, сложно удивить рыбой, но ведь все же что-то их подвигло приехать в Финляндию. Все, готов к свершению. Привет с берегов Волги, Финляндии. Наша мечта что? Где-то, ну так, да, чуть-чуть. То есть я хочу в ширине вот такую поймать? Одну. А я две. Одну. А я две. А он две салаки хотел поймать. Подводная охота на Волге и Финляндии сильно отличается. На реке сильное течение, большие глубины и часто не очень хорошая видимость. Здесь практически вся охота в камышах. Поэтому особой задержки дыхания не требуется. Глубины могут быть от полуметра до двух метров. Поплавав пару часов, Кирилл поделился увиденным. Первое впечатление. Впечатление красивое, необычное, очень красивое. И я увидел действительно очень много какого-то рачкообразные какие-то материальные. Заходишь иной раз в такие места, где вначале думаешь, что это муть, а это не муть, это живые организмы. Живые организмы, о которых говорил Кирилл, это мизиды. Некрупные ракообразные, внешне напоминающие креветок. Обычно они обитают в прибрежных водах морей. Но некоторые виды смогли освоиться в пресных водоемах. Мизиды являются важнейшим кормовым объектом молоди практически всех рыб. А некоторые питаются ей все время. Это салака, окуни, килька. При этом сама мизида питается планктоном, фильтруя воду. Там, где обитает много этих ракообразных, прозрачность воды повышается. Но из-за плотного скопления мелких животных видимость может совсем пропасть. При поиске рыбы надо плыть очень аккуратно и медленно. Тогда шанс найти ее увеличивается. Звук ломающегося камыша сильно пугает рыбу. Пробираясь сквозь заросли, просматривать нужно всю толщу воды сверху до низа. Рыба может стоять как на дне, так и под поверхностью. На дне обычно лежат щуки, которые только что пообедали. Насытившись, они менее пугливые, чем щуки, которые находятся в активном поиске добычи. Михаил тоже решил сделать небольшой перерыв в охоте и присоединился к своим товарищам. Есть рыба. А в своей компании как не поделиться самыми яркими моментами перерыва. В камыши залазили. Это такое ощущение, что щука сама тебя находит. Ты начинаешь движение делать. Там раз, такая, уп, подходит. Типа, кто тут пришел в мое владение. Я выйду. А там темно же еще. Я их прямо раз туда. Я такая, рожь ко мне. А ничего. Ничего, ружье. Ну, чуть подальше. Ружье вот так вот. Более сбоку пытаюсь это сделать. Я не подал. Я был уверен, что попал. Вот же она. А вторая, прикиньте, вот она богом стоит. И на него раз, раз. Она ждет, еще живая. Я не помню, не нажимается. Я отвожу в сторону, обыскал предохранитель весь. А она продолжает стоять. Я обыскался, не могу найти. Снова думаю со всех сил. А она ждет, одним глазом смотрит на меня. Такая картинка, да. Я ружье давлю, давлю на ружье. Она так ждет меня. Потом я нашел предохранитель сверху. Он, о, выкручил, все не считай. Так, поворачиваюсь. Нет. Все. Не дождалась. Не дождалась. Она просто видела. Вся команда подводных охотников из Волгограда встретилась на небольшом каменном острове посреди Камышовой бухты. Александр, который взял трофейную щуку, рассказал, как это было. Ну, плыл. Вид, конечно, красивый, обалденный. В полводы стояла эта щука. В принципе, она меня увидела. Увидел я ее тоже. Слава меня уходить. Ну, прозорок хороший. Уже не подвело. Класс не подвел. Поэтому добыли мы эту щуку. На сегодня первый день нашей охоты. Но уже не зря. Поэтому будем надеяться, что она нам еще повезет еще больше добыть. А еще видел? Да, еще видал, но поменьше. Уже не стрелял. Она тоже в Волгограде. Конечно, и такие щуки есть. Но тут другая природа, другая экзотика, другой интерес. Ну, и, конечно, обязательная фотосессия. Все на берегу, почти всей команды. Хоть остров и каменный, но на нем растут грибы. Кто-то ищет грибы на остре. А я нашел военный трофей. У него отгнили крючки. Он всплыл и при боем его выкинул на берег. Страйк-про. Написано. Еще живой. Крючки-то так себе, конечно, потому что отгнили. А все остальное еще послужит, я думаю, не раз. Идем! Михаил после небольшого отдыха с еще большим азартом отправился на поиск своего трофея. Тем временем Сергей, пятый член Волгоградской команды, сделал небольшой перерыв и поделился своими впечатлениями. Прекрасная охота, замечательный прозрак, обалденные виды морского дна припали к нашему взору. А что видел-то, расскажи там под водой. Какие рыбы, что еще там помимо рыб? Плавают медузу. Ну, трофейный, скажем так, килограмм на 10-15 пока не встретили, но надеемся, что данная рыба обязательно будет на моем кукане. У него, кстати, вот подскажите, щука совершенно другой окраски, чем вот эти. Она бирюзовая, вот. И мелкие точки, в отличие от этих. Эта щука называется салачница, она ходит за косяками салаки, и она имеет более вытянутую форму тела, такая худая, длинная, тощая. Вот это чисто морская такая вот щука салачная. Сюда уже подходит под нерест, как бы к зиме поближе, подтягивается, тоже нерестится в этих троснихах. Ну, здесь вот отошел буквально, вот вон в тот пролив, тут сколько, метров 200, там салаки уже косяки все вышло, поела и обратно. Ее, наверное, мясо вкусное, она же на чистой салаки. Она будет здесь у всей. А салаки питаются, как это слово-то, мизидами? Раковообразными. Вот, вот, вот. И поэтому мясо у них гораздо вкуснее, чем та щука, которая питается рыбой, типа красноперки, карася, платы, которые зелень едят. И те пахнут тиной, и эти, как бы, белые рыбы тиной, и щука начинает пахнуть тиной, как в средней полосе. А здесь вот за счет того, что питание другое, то и мясо вкуснее. Оно и по цвету будет желтое в этой щуке, не знаешь, здесь такой серый, и запахом конкретно рыбы. До заката солнца осталось еще несколько часов, и вся команда решила попытать удачу в поисках трофейной щуки. Как известно, ближе к закату щука проявляет свою активность. Она выходит из укрытий в поисках пропитания. Это правило помогает найти трофейные экземпляры щуки как рыболовам, так и подводным охотникам. При этом рыба не будет покидать своего укрытия камыша, заросшего бурыми водорослями. Она лишь начнет более активно двигаться. В финском языке есть характерное выражение «вылетел, как щука из камышей». В местах, где вода мутнее, можно ожидать выхода леща. Он, так же, как и щука, ближе к зиме приплывает из моря на мелководье – камыши. Лещ собирается в стае и начинает откармливаться, поднимая столбы мути и грязи. Поэтому, где много леща, всегда вода теряет свою прозрачность. Совсем на мелководье, на глубине практически 50 сантиметров, где редкий камыш переходит в непроходимую стенку, Михаил заметил нормального размера щуку. Щука, конечно, не на 10 килограммов, но трофей достойный. Красавчик! Красавчик! Плачага! У нас тут щуки! Торки что? Вот кричали уже, я кричу, иду, смотрю, вниз лежит. Вот если она на ходу такая крупная щука, то бесполезно отпускает. Буквально на той неделе залез, хвост такой огромный, передо мной так раз. Думаю, ну ладно, сейчас подплыву целиком и его увижу. Опа! До свидания, да. Ну, то есть, увидел, бей, как бы ждешь, что-то там, выцелить в голову, еще что-то. Пока ждешь, тебя уже никто не ждет. Секундук. На лодке собралась вся команда волгоградских подводных охотников. И хотя день был разведочным, все охотники смогли найти и взять хотя бы по одной щуке. Но уже пора на базу, ведь завтра снова на охоту в море. Идем на щуку по проверенным местам. Сегодня должно быть очень много щуки, погода замечательная. На охоту направились уже в изведанное место, где вчера встречалось много щук. Этим местом оказалась глубоко врезанная в сушу бухта с редким камышом. Простора хватит для всех охотников. Только надо развести по разным точкам. Пока подводники следовали своим охотничьим инстинктам, прочесывая камыши, мы узнали у Алексея Корпушенкова правовую сторону подводной охоты в Финляндии. А вот смотри, когда охота происходит, какая-нибудь лицензия нужна на нее? Да, обязательно. Спокойно можно на сайте финском купить лицензию через интернет. Сейчас без проблем. Прямой лицензии на подводную охоту нет. Есть лицензия на гарпун, так называемый. То есть у них разрешено бить рыбу острогой. Ну, то есть у нас вообще это чуть ли не уголовное дело. У них это, пожалуйста, купил лицензию, там, с фонарем, лучат ночью, там, бьют и стороной. Ну, у них традиционный такой остался лов, наверное, от дедов еще, да, и узаконенный. Сегодня рыба оказалось достаточное количество, но в основном мелкие щуки, брать которых в планы не входило. Может быть, яркое солнце и хорошая видимость дают щукам шанс увидеть человека быстрее, чем он ее. И поэтому встреча с трофеями нечастоя. Яркое освещение с одной стороны улучшает видимость. Но если солнце будет светить в лицо охотника, высвеченная муть очень сильно уменьшит прозрачность. Поэтому для лучшего обзора надо плыть так, чтобы солнце светило со спины. Пришлось внимательнее вглядываться в непроходимые дебри камыша. Именно здесь Михаил увидел хорошую щуку, которая, как по классике, смотрела на него и не убегала. За свою самоуверенность и поплатилась. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что, уже все? Я только-только разнырялся. Чуть пламеть. Камеру включил, весь не плавал. Мы там с ней вот так вот. В камеру махали, да. И боролись таки на камерах. Ну, я вытягивал, конечно, чтобы она больше не зала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну и как оно здесь-то? Ну, так вот. Более-менее. Ну, да. Это лучше совсем ничего. Ну, килограммчик три, надо, два. Амелирует трешки. В Архипелаговом море подводная охота хороша как осенью, так и весной. В это время вода самая чистая и много рыбы. Летом море может зацвести, а рыба уйдет на глубину. Вот так закончилась короткая поездка на подводную охоту за морскими щуками в Архипелаговое море. Редактор субтитров А.Семкин